Как понять, любит ваш мужчина вас или не любит? Очень многие женщины находятся в отношениях с мужчинами и не могут определить для себя, есть ли у мужчины любовь или нет. Многие пары даже из-за этого расстаются, потому что женщина, не веря в то, что мужчина любит ее, может создавать определенные трудности, конфликты, скандалы, истерики и отодвигать от себя, отталкивать мужчину, и отношения заканчиваются. Это видео для тех девушек, которые хотят разобраться в том, как проявляется мужская любовь, в чем отличие нашей любви от женской любви. И для девушек, которые, конечно же, хотят ответить себе на свой вопрос, любит ли меня мужчина или нет. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что самый последний признак, он, знаете, такой будет фундаментальный, который подведет общий итог под всеми другими признаками, которые будут озвучены ранее. И если самый последний признак у вас присутствует, это говорит о том, что мужчина действительно вас любит. Для начала давайте разберемся в различиях мужской и женской любви. Женщина эмоциональна, женщина романтична, женщина чувственна. Она такая, знаете, река текущая. Мужчина это в большей степени такие берега, суровые, прочные и сильные. И для мужчины любовь это не романтика. Это конкретные факты, это конкретные действия и поступки. Романтика для мужчины, она в какой-то степени естественна в период влюбленности и ухаживания. Вот тогда действительно мужчина может быть и романтичным, но он это делает и исключительно, чтобы добиться своей женщины. И многие из вас могут ошибочно думать и заблуждаться, когда видят, например, возле себя мужчину, который немножко подрасслабился. Пропала романтика, может быть, он уже там не замечает того, что у вас появилось новое платье, либо вы как-то по-другому уложили прическу. Мужчина, он как бы любит и в общем, не в мелочах таких, да. И для того, чтобы вас любить, ему не обязательно это заметить. Безусловно, это приятно для женщины. И безусловно, если мужчина это осознает, подчеркивает такие очень важные детали и моменты, то это классно, но это не заложено в нашу природу. То есть мужчина завоевал женщину и расслабился. И дальше он уже ставит перед собой какие-то цели и двигается вперед. Вместе с женщиной, если он ее любит, конечно. Если не любит, то сам без нее. Поэтому вот здесь нужно расслабиться и успокоиться. Если вы обнаружили возле себя мужчину, у которого пропала романтика, он перестал там по водосочной трубе к вам спускаться, отправлять вам 250 смс-ок в день и стихи писать. Первый признак, который говорит о том, что мужчина действительно любит вас, он не причиняет осознанной боли. Это нужно запомнить раз и навсегда. То есть такой мужчина, никогда любящий мужчина, не позволит себе осознанно делать больно своей женщине. Что я подразумеваю под осознанной болью? Это когда мужчина совершает поступки и действия, в основе которых лежит целенаправленное причинение вреда, то есть насилия. Вы представьте себе мужчину, который говорит своей женщине, что он ее любит, а сам, например, пропадает на несколько дней, уезжая куда-то с друзьями, даже не предупреждая. Как себя в этот момент чувствует женщина? Ей, безусловно, плохо, она переживает и нервничает. Говорит ли это о том, что мужчина любит ее? Он ее не любит. Я вам приведу один пример. Ко мне приходила девушка, и она била себя прямо руками в грудь, рассказывая о том, что я уверен на 100%, что мужчина меня любит. Но у него есть любовница. Он нашел ее, вот они с ней спят, он с ней может уехать куда-то отдохнуть, даже на несколько дней за границу, но потом всегда возвращается ко мне. И он это делает, потому что он меня любит. Нет, не любит. Нет, не любит. И это тоже нужно признать. Запомните раз и навсегда. Мужчина, который любит свою женщину, осознанно не будет причинять ей боль. А если вот мужик уехал там с друзьями куда-то, да, не предупредил, вернулся и такой, извини, 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 и прям искренне извиняется. Он это тоже не любит? Может, он дурак может? Если там нейронная шкала повреждена, и у него тяжелые предметы над головой в детстве лежали, стены были неустойчивыми, это все падало на голову, возможно. Нет, степень, определенная степень дебилизма, она, естественно, может присутствовать у мужчины. Но это же заметно, да? То есть представь себе, ты находишься в отношениях с женщиной, она пропадает на три дня, приходит и говорит тебе извини. Правда, так получилось. Это там все явные признаки дебилизма налицо. То есть с таким человеком не нужно быть в отношениях. Это ненадежный человек ни в каких договоренностях. А представляешь, что будут дети. А представляешь, какие-то срочные события там нужно, какие-то вопросы семейные решить. Не дай бог, там заболел кто-то. Мужчина просто пропадает из виду на три дня. А потом говорит, извини, так получилось. Нет, так не получилось. Это был твой осознанный поступок и осознанное решение. Все. Второй признак очень важный. Мужчина, который любит свою женщину, он подчеркивает ее достоинство. Он может подчеркивать ее красоту, ее женственность, ее сексуальность. Он может в разговорах с ней говорить, напоминать ей о том, что она особенная. А не наоборот. Вычислять в ней какие-то недостатки и постоянно ее доканывать в этих недостатках. Она там не так ходит. У нее не такая фигура. Не такая прическа. Ты не так красишься. У тебя не такие ноги. Ты поправилась, ты похудела, еще что-то. Нет. Мужчина наоборот. Это очень важно понимать. Есть такой паттерн негативного мышления, фильтрация. И он, как правило, у людей, у которых присутствует, направляет человека на вычисление негатива среди огромного количества позитива. Когда ты можешь заметить в человеке очень много плюсов, но из этих плюсов ты ничего не обнаруживаешь, а обнаруживаешь только минус. И вот у любящего мужчины этот паттерн, он не будет проявлен. То есть он не будет фильтрацию подключать и определять какие-то недостатки в женщине и приумножать их. Наоборот. Это очень хороший признак, который действительно говорит о том, что ваш мужчина вас любит. Он может не признаваться во любви даже. Он может скрывать эти чувства в себе. Он может быть некрасторечивым. Он может быть не очень эмоциональным. Но при этом этот признак будет говорить о том, что вас действительно любят. Все-таки любить это глагол, да? То есть любить это действовать. И в принципе говорить это тоже отчасти действовать языком и ртом. Но все-таки в большей степени поступки и действия говорят о том, что мужчина вас любит. А это действительно очень хороший признак, подчеркивающий это. У него задница дряблая. Дряблая? Дряблая, да. Не, ну подожди, секунду. Хорошо. Если мужчина обнаруживает в своей женщине какие-то явные изменения во внешности. Такое часто бывает. Ну, давай не будем скрывать. Женщина следит за собой, встречает мужчину и запускает себя. Смотришь, там у нее уже вроде бы те места, которые раньше привлекали. Там попка, печеное яблочко стало. А ему-то как бы попалась до этого она другая. Причем ей ничего не мешает заняться собой. Понятно, что здесь нужен разговор. Короче, а он же не будет ходить по квартире. О, у тебя жопа некрасивая. Фу, посмотри на свою задницу. Фу, какая у тебя задница некрасивая. Зачем? Можно сесть и сказать, что любимая, ты знаешь, мне неудобно об этом говорить тебе. И прости, пожалуйста, что я вообще об этом говорю. Но мне кажется, что тебе нужно немножко заняться спортом. Ну, правда. У тебя такая красивая фигура. Ты красивая женщина. Но ты как-то немножко себя подзапустила. И это раз. Во-вторых, и женщина, которая уважает своего мужчину и любит его, она никогда этого не позволит себе. Вот это вот тоже очень ключевой момент важный. Женщина, которая любит своего мужчину, она без каких-то причин, там, болезнь, беременность, например, да, там, послеродовое восстановление, она не позволит себе запустить себя. Это один из признаков того, что женщина любит своего мужчину. Она хочет быть для него самой лучшей. Мне вот хочется у вас спросить, девушки. Вы как считаете, мужчина должен женщину любить любой, вот такой, какая она есть? Там, если у нее появилось, я не знаю, там, и целлюлит на попе, и лишний вес, и так далее, и так далее, и волосы под мышками уже торчат. Он должен прямо вот любую ее любить. Либо все-таки женщина должна следить за собой, ухаживать, поддерживать свою женственность, сексуальность, чтобы быть всегда привлекательной для мужчины. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Третий признак, который говорит о том, что мужчина действительно любит свою женщину, это его сексуальная внимательность в отношениях. То есть, когда он проявляет себя с точки зрения такого заботливого любовника, интересуясь тем, что для вас хорошо, что для вас приятно, где вас потрогать, где поцеловать, временные промежутки прелюдии, прелюди, ласки какие-то, разговоры о сексе. То есть, это все то, что позволяет мужчине лучше узнать свою женщину. То есть, когда мужчина любит, он не проявляет сексуальной эгоистичности. Он там свои дела сделал, развернулся, и неважно ему, вы сделали свое дело, не сделали, он исключительно думает только о себе. Здесь тоже, опять же, очень важный момент. Речь не идет о том, что если мужчина захотел быстрый секс, например, или без прелюдии схватил свою женщину, усадил ее на стол и занялся с ней сексом, значит, что он ее не любит. Нет. То есть, на это нужно смотреть в общем. В общем. Не вырывать из контекста, а вот он когда-то меня там так-то, значит, он меня не любит. Ни в коем случае. Но при этом вы должны понимать, что мужчина любящий, и он всегда будет заинтересован в том, чтобы и его женщине было с ним хорошо. Это надо запомнить навсегда. Кстати, вот я очень часто на своей программе «Удобная или уникальная» девушки мне вешают такие вопросы, что вот мой мужчина в сексе думает только о себе, либо он избегает близости со мной, либо настаивает на близости, когда я этого не хочу. И вопрос сексуальных отношений мужчины и женщины, он в принципе вторичен. Я объясню почему. Потому что отношения в паре, психоэмоциональная связь мужчины и женщины, они всегда будут отражаться на сексуальной близости. И вот для того, чтобы определить и понять, действительно ли сексуальные отношения стали ухудшаться, либо не могут улучшиться, либо стоят на месте, не развиваются, потому что у нас проблемы в паре на более высоком уровне, я там специально затрагиваю прям такую тему, где говорю и про дефицитарную сексуальность, и про деструктивную сексуальность, и про то, по какой причине, например, у мужчин и у женщин наступает психогенная фригидность, психогенная импотенция. Вот если вы хотите для себя разобраться в том, каким образом в паре сформировать крепкий сексуальный союз, как не нарушая границ друг друга любить и заботиться друг о друге, как не повредить друг другу на психоэмоциональном уровне, и как вообще подготовить себя как женщину к зрелым отношениям с мужчиной, привести в порядок самооценку, это все у меня на курсе бесплатном, в котором можно принимать участие и из любой точки мира, где бы вы ни находились. Под этим видео есть ссылочка, переходите по ней и регистрируйтесь. Четвертый признак, который подтверждает, что мужчина действительно вас любит, он не избегает совместного времяпровождения с вами. То есть он не пытается избежать общения с вами. Это не говорит о том, что мы должны быть 24 часа на 7 вместе, это невозможно. Такие отношения очень быстро изживут себя. Я говорю о том, что мужчина действительно с удовольствием проводит с женщиной время. Досуг, поездки, путешествия, дела по дому, поход в магазин. То есть для него это не является напряжным. Хотя, например, тот же магазин взять, да, я сам по ним не люблю ходить, когда у меня жена там зайдет в какой-то отдел, ты готов просто повеситься. Потому что зашли за одним и начинается выбор другого, пятого, десятого, двадцатого. Поэтому в очень классных магазинах часто для мужиков делают отдельную зону, где есть компьютерная приставка, и пока там жена ходит, он сидит, рубится себе в какой-нибудь футбольчик, либо в какие-то драчки, стрелялки. Она все накупила, он только подошел к кассе, карточку вставил и свалил. Это вообще идеальный магазин для мужчин. Или хотя бы барную стойку там ставили, что ли, пока она ходит по магазину. Ну, подошел, посидел там за барчиком. Ну, это на уровне такой фантастики. Ну, хотя, может, кто-то это и сделает. Так вот, это тоже очень важно понимать. Мужчина хочет быть со своей женщиной, ему интересно. Я, кстати, часто замечаю там в общественных местах, например, в торговом центре, в парках, как мужчины идут со своими женщинами рядом, и ты вот прям понимаешь, что он уже не может дождаться, когда это все закончится. А там, если рядом еще дети бегают сопливые, так он вообще думает, господи, да когда же я вас уже домой завезу и вспомню, что оказывается, мне нужно завести ключ на 18 Гриши в гараж. Он будет только ждать этого. Ну, опять же, мы не можем сказать, что такой мужчина не любит свою семью. Он, может, и любит ее. А там какие-то недопонимания произошли, да? Нужно как бы разбираться детально. Но в любом случае, это очень явный признак того, что мужчина заинтересован вами и транслирует таким образом любовь. Пятый признак. Мужчина уважает ваш выбор и ценности. То есть, он с уважением относится к тому, что для вас дорого. И мы сейчас не говорим о каком-то деструктиве. То есть, женщина может сказать, ты знаешь, для меня очень дорого, чтобы стриптизеры-лилипуты каждые выходные танцевали у меня на столе на даче. Ну, как бы это уже история немножко не про уважение и любовь в паре. Мы говорим про каких-то реальных вещах. Женщина увлекается танцами, она рисует. У нее есть потребность в посещении каких-то тренингов, семинаров, лекций. А в клуб, вот она каждую пятницу с подругами в клуб, она любит ходить тусоваться? Ну, здесь вопрос другой. Вот по поводу клубов. Вот смотри, давай будем честными. Зачем мужчины идут в клуб? Снять женщину. Трахнуть какую-то женщину. Зачем женщины идут в клуб? Снять мужика. Ну, не всегда. Какая-то часть идет потанцевать, оторваться, а какая-то идет познакомиться. Но факт, что мужчины туда не ходят просто танцевать. Нет такого клуба в мире, куда мужчины приходят потанцевать. Все клубы мира для потрахаться, для мужчин. Это должна понимать женщина. И мужчина этой женщины. То есть, я прекрасно понимаю. Это тоже значит, что тебя... Это как приехать куда-то на море, и ты знаешь, что там плавают акулы, которые жрут всех. Ну, и как бы не переживать, что твоя женщина... Ладно, если теща тоже, если она хорошая, зачем? Она пошла там плавать. То есть, я отправляю женщину свою в клуб, где со стояком, с повышенным, блин, спермогенезом бегают мужики по клубу и вычисляют себе самую симпатичную. И должен дома сидеть на хмуре в брови, делая вид, что там... Я доверяю своей женщине. Да, я-то женщине доверяю, я доверяю этим хмурям, понимаешь? Я им не доверяю. Они могут все что угодно сделать. Подсыпать в стакан, напоить, увезти. То есть, как бы, ну, пойдите вместе. Чем тебе... Вот у меня всегда возникал вопрос. Чем тебе мужчина может помешать в танцах в клубе? Я там себе сижу за барной стойкой, разговариваю с друзьями своими, выпиваю. Ты пляшешь, там кто-то к тебе подошел, ты говоришь, извини, я там замужем, или парень вон мой сидит. И не будем мы знакомиться. Нет. Вот тогда пойти туда. Мы с подругами. А если в лесбику? В лесбику, гейку. Слушай, в лесбику, там тоже кто-то хочет ее трахнуть. Знаешь, какая разница, женщина это сделает или мужчина. Для меня это очень, например, важно. Очень важно. Ну, это опять, о чем речь идет? Речь идет о том, что у людей могут быть абсолютно разные интересы. Вот пара сходится. Представляешь, у мужчины интерес. Он сидит там, изучает криптовалюты, биткоины, на охоту поехать куда-то, строительство домов из отработанных пластиковых бутылок, переработанных. Он в каком-то потоке, а у нее там скидки, она вся сидит на этих маркетплейсах, у нее там скидка, там скидка, там скидка и клубы. То есть, как бы, такие отношения долго и не просуществуют. Они не про общую синергию, там нет связи никакой, они не будут интересны друг другу, они изживутся. У меня была такая семья у друзей моих, потому что это была катастрофа. Вот представь себе, верующий, верующий мужчина, да, с очень правильными ценностями жизненными, верный, хорошо зарабатывающий, с целью, то есть он идет к этой цели. У него молодая жена, которая работает гоугошницей. Вот ты чувствуешь вот разницу? Вот послушай. А при этом, при этом, они, и она тоже верующая, но не такая, как он. И они, так они в храме познакомились еще, в храме познакомились. И она тоже ходит там на молитвы, на праздники, все, но она гоугошница. И она танцует. Вот представь себе, он дома сидит вечером, как бы занимается своими делами, да, у него много работы. А она выплясывает на этой тумбе в клубе. Ну и опять же таки, она же не танцует там в наряде прихожанки, понимаешь? Там танцует она уже в другом наряде. Ну и все, и семья распалась, просто распалась, потому что они стали неинтересны друг другу. Она там нашла себе новые отношения, вот, с людьми, которые ей близки по духу. Он женился на другой женщине, которая такая же, как и он, воцерковленная, там, для нее важны все эти процессы, связанные с верой. Это очень важно. Это очень важно. Если здесь даже не в поступке дела, там, ушла она в клуб с подругой. Здесь вопрос в глубине отношений. Вот представьте себе, я сейчас сказал, да, девушкам, что мужчина ищет возможность быть женщиной. Он не избегает такого. То есть это признак того, что мы друг друга любим. И да, отдых, безусловно, может быть у мужчин и у женщин разный, по отдельности. Не обязательно мы должны всегда отдыхать вместе. Но есть просто благоразумные вещи, которые должны понимать и он, и она. Я тебе расскажу одну историю. Ко мне приходил мужчина с вопросом. Мою женщину изнасиловали группы лиц. Их поймали. Она забеременела и сделала аборт. И сейчас просится обратно ко мне. Я ушел от нее, я не могу с ней быть рядом. Я ее как бы и люблю, но и не могу с ней быть рядом. И когда я спросил, как так получилось, она же не за хлебом пошла, что ее группой лиц изнасиловали. Нет, она была в клубе. То есть они с подругой мы уехали в другой город, на девичник какой-то. Сидели в ресторане. После ресторана все поехали. И когда я у нее спросил, почему ты туда поехала? Она говорит, во-первых, было уже поздно, 2 часа ночи. Я тебе не стала звонить. Ну и говорить, что вот мы из ресторана уезжаем в ночной клуб. Это раз. А во-вторых, как я думаю, все едут, а я что бы не поехала бы? Как-то неудобно. А потом, как он начал проводить свое расследование, там же еще и полиция подключилась к расследованию, он выясняет для себя, что оказывается, и там было человек 14. Из этих 14 человек в клуб уехало 4 девушки. И среди этих 4 была вот эта, которую изнасиловали. Понимаешь? Он не остался с ней, он ушел от нее. А там даже потом, как в процессе терапии, выяснилось даже не... Там была не любовь, а чувство вины. То есть ему было как бы стыдно за то, что с ней произошло такое, и он от нее еще и свалил из-за этого. Вот. Понятно, что там, видимо, не только эта причина стала... То есть не эта ситуация стала причиной для раскола и развода. Может быть, там было что-то другое. Ну вот тебе пример и результат, да? А для чего такие испытания вообще своими руками вносить в отношения? Вот представь, я просто... Даже если у них были хорошие отношения, как этому мужчине жить с этими мыслями потом? Что его женщина набухалась там где-то, она же не трезвая туда поехала, пьяная. Напилась где-то. Благоразумные женщины сказали, нет, спасибо. Мы по домам. То есть они уехали к своим мужьям, к парням. А эти четыре курицы, по-другому не скажешь, бухи. Их понесло искать на жопу приключений. Вот они их и нашли. Вот и нашли. А вторую, а с одной все хорошо, эту изнасиловали, а тех двух побили. Понимаешь? Вот те результаты. И вы тоже делаете выгоды. Еще один признак, шестой, очень важный, наблюдая который, вы сможете ответить себе на вопрос, что ваш мужчина вас действительно любит. Вы рядом с мужчиной становитесь более женственной, более сексуальной, более яркой, более выраженной. В вас пробуждается очень много энергии, ресурсов. Вы уходите в развитие. Вы улыбаетесь. Вы сияете. И не наоборот. То есть чтобы понять, любит ваш мужчина вас или нет, даже если он не признается вам в любви, вы раскрываетесь возле этого мужчины. Вам становится хорошо. То есть приумножается все. И обратная ситуация. Если вы находитесь с мужчиной, который вам орет каждый день, я тебя очень сильно люблю, но при этом вы наоборот себя чувствуете угнетенный, подавленный, скованный, ограниченный, без настроения, ковыряетесь в себе, постоянно обнаруживаете в себе какие-то недостатки, пытаетесь что-то исправлять, озадачены какими-то мыслями, почему у меня так. То есть вас что-то постоянно гложет. Вы становитесь менее женственной, менее сексуальной. Это можно даже на репит поставить, его признание в любви. Это просто пустые слова. И все. Седьмой признак, который говорит о том, что мужчина любит свою женщину, это уважение. И здесь я попрошу вас быть очень внимательными. В чем разница между уважением со стороны женщины и мужчины? Вот вы, женщины, удивительное создание. Вы можете разочароваться в своем мужчине и даже перестать его уважать, но продолжать его любить. То есть он может упасть в ваших глазах как личность, но вы все равно будете заботиться о нем и любить его. У мужчины так не бывает. И если мужчина не уважает женщину, он и не любит ее. Если уважает женщину, свою родную, с которой он находится в отношениях, значит любит. В нашем мужском мире любовь без уважения к женщине невозможна. А многие из женщин представляют любовь со стороны мужчины. Это такой всплеск эмоций. Вы приходите домой, он там в трусах, в костюме слоника розового прыгает, скачет, выползает с цветами из-под тумбы, там шары, лепестки. Ну это как бы да, еще раз говорю, в период влюбленности все возможно. Нет. Поэтому обратите внимание на уважительное отношение мужчины к вам. Если он уважает вас, а там еще есть и заботы, и все предыдущие пункты, это действительно говорит о том, что он вас любит. А как я пойму, что он уважает меня? Я не могу сказать, что ты со мной так? Да нет, ты меня уважаешь. Давай, наливай. Да нет. Вот смотри. Я, значит, иду по торговому центру, и рядом идет семейная пара. Мужчина и женщина. Ну, кольца на руках обручальные есть, мужчина, муж и жена вроде. И они вот идут, и он, значит, разговаривает с ней. Это же запикаете, да, все? Да, запикаете. Все запикаете. Потому что, чтобы вы поняли, какой там был разговор приблизительно, ты овца в рот, тупая, конченая, идиотина. Это не то, что не поддается какому-то переосмыслению, анализу. Это, ты же понимаешь, это уровень быдла. Это просто, это вот животина какая-то, сбежавшая из зоопарка. И она с ним идет рядом и пытается его успокоить. И говорит, перестань со мной так разговаривать. А он дальше, еще хуже, понимаешь? Да я тебе сейчас то, я тебе это. У меня, честно, даже вопросов было больше не к нему, а к ней. Ты вообще в себе? В себяшка или не в себяшка? Ты что здесь делаешь? Там есть уважение? Уважение мужчины, оно, он с уважением разговаривает со своей женщиной. Он с уважением слушает свою женщину. Он с уважением относится к ней, к ее семье. Он не будет позволять себе в каких-то выходах, которые демонстративно опустят женщину в глазах других людей. А это вы национальном уровне? А почему это эмоциональности? Ну, эмоциональные эмоции перекрывают, и он все в нем несет там. А потом он так понимает, что это его женщина извинится. Не, ну импульсивная такая агрессия, она свойственна всем. И женщинам тоже. Слушай, ну нет святых людей. Понимаешь? Ты что думаешь, мужчина, который уважает свою женщину, не может ей сказать, что она дура? Конечно, может. Конечно, может. Но это может произойти в очень, в крайне редких случаях. В крайне редких случаях. И то это должна быть какая-то ситуация, где они там разругаются, раз, не знаю, попробуют, ну там все будет у них уже лететь. И словесный понос. И такое может быть. Но это же, это имеет форму исправления. То есть мужчина как бы сделал, блин, прости, правда. Вот прости, искренне прости. Он и больше этого не делает. А такое может быть, конечно. Слушай, я знаю семейную пару, которые уже 50 лет вместе живут. 50 лет. И мне, значит, Татьяна Сергеевна, которая, ну супруга этого мужчины, она преподаватель английского языка в школе. До сих пор работает в школе. И она как бы, она меня с детства знает, учился в школе, в Ю, где она преподавала. Она мне, значит, пишет в Одноклассники, чтобы вот там смотрела твои выпуски, там твои программы. Ну у меня там есть какая-то страничка, да, там с родителями я переписывал. Я не знаю, как удалить ее оттуда. Я там сейчас общаюсь с директором школы своей, там с учителями из школы, там с какими-то представителями еще Министерства культуры, когда я был ребенком и ездил от школы там с выступлениями на гитаре песни петь. И с ними я в этом переписываю. Она мне, значит, пишет. Вот я смотрел твою программу там по телевидению. Вот. И что-то мы с мужем поспорили, разругались просто в хлам. И ты представляешь, он первый раз за всю жизнь назвал меня дурой. Первый раз. Так я до него так и виделась. Неделю с ним не разговаривала, а он неделю каждый день приносил мне цветы. Ну мы так друг друга. А у них дети, там уже внуки. Слушай, ну конечно, все может быть в жизни. Все может быть. И женщина может ляпнуть, что там мужчине, и мужчина-женщина. Ну мы же не роботы. Может быть, ты вообще заготовил слово дура для кого-то другого, а так получилось, что тут скандал. И ты, ладно, из полка соскочила книжка, и выпало это словечко оттуда. Женщина делает все, чтобы проверить, что мужчина ее не бросит, что он всегда будет с ним. Женщина хочет, чтобы мужчина была рядом. И мужчина, ладно, чтобы... Женщина шла, да. Но это не признак любви. Это скорее всего... А, ну хотя да, что если мужчина тебя ведет за собой куда-то, то есть в какую-то ясную действительность, не куда-то, куда мы идем. Давай будем вместе. Давай встречаться. А для чего нам встречаться? Женщина с мужчиной встречаются для чего? Чтобы что-то организовать. Какое-то пространство совместное, жизнь, продолжение рода. И это признак того, что мужчина действительно любит свою женщину, когда он дает ей ясность, куда я тебя веду, посмотри. Это разница мужской и женской психологии. Женщина не может быть стабильной психологически рядом с мужчиной, который не дает определения, куда мы идем. Допустим, мужчина сказал. Вот смотри, я в ближайшие три года не готов жениться, потому что у меня через три года заканчивается как раз ипотека, и я пока не готов брать на себя расходы на свадьбу, еще на что-то. Но вот когда я выплачу ее, я готов жениться. Это, конечно, большой вопрос, еще женится он на ней или нет. Но в любом случае, женщине уже спокойнее. Она понимает, что есть какой-то календарный план, график, выплата кредита и так далее. А если мужчина говорит, например, идем за мной, то есть мужчине важно по природе его, чтобы женщина за ним шла. Не рядом с ним была, а шла за ним. А женщине важно, чтобы мужчина был рядом. И поэтому у нас конфликты возникают. Женщина пытается сделать все возможное, чтобы мужчина был рядом всегда, особенно неуверенная в себе женщина. А неуверенный в себе мужчина пытается быть похожим на женщину, чтобы женщина тоже была рядом. Потому что это поведение мальчика. А поведение мужчины – это когда мне важно, чтобы моя женщина шла за мной. Вот в чем разница. Если мужчина ведет за собой женщину, и она видит, куда ведет, 100% любит говнюк. Девятый признан. Он состоит из таких приятных мелочей. Мужчина проходит мимо, по спиночке погладил, в ушко поцеловал, обнял, прижал, какую-то смс-ку отправил с признанием. Она может быть суперкороткой, просто «люблю тебя». Для мужчины этого вполне достаточно. А многим женщина может показаться, что «блин, как-то сухо». Не сухо, а сухо для вас. Для нас мокро. Понимаете, для нас это супер. Написать любимой женщине «люблю тебя» и сердечко отправить. Это проявление любви. Вот из таких мелочей действительно можно сделать вывод, что меня любят. Я часто общаюсь с девушками, которые, например, говорят, что мужчина вообще невнимателен. То есть он никак не проявляет себя. Не обнимет, не поцелует, ни слова приятного не скажет. Ни время не проводит. Сам собой занят. Не общается как-то. То отстань от меня, то мозги не выноси. Но как бы это. Вот мы вместе. Ну а что вы вместе, если он тебя не любит? Не обязательно услышать об этом «я тебя не люблю». Можно по поступкам и по действиям определить это. Ну а кто-то же не вот прям, что постоянно там хочет, там трогать, там, ну есть такие парни. Нет, ну понятно, что есть люди, там, кто-то, у кого-то не развит этот язык любви, да, там, тактильный. Ну или ты говоришь о том, что изначально парень целовал, там, обнимал, а потом перестал это делать? Конечно, да. То есть раньше это все было, а тут раз и пропало. Понял. Все, все, все дела, и там жених с невестой должны горько кричать. Ну как там, знаешь, обычно целуются аккуратненько как-то. Если бы вы видели, они не то, что, я думал, они там, они сексом занимались языками. Они там все в шоке были. Это была самая первая горько на свадьбе. И эти идиота, два, вот по-другому не скажешь, встают, и она так еще поправляет эту фату, и они начинают не то, чтобы целоваться, а лизаться. Там он ей шею, и прямо вот так ее берет. И там, в этой компании, где как бы мы отдыхали, вроде бы все были приличные люди. Меня туда позвали мои друзья, значит, чтобы я как бы там провел свадьбу эту. Я так подрабатывал еще давно, это было, пел там на мероприятиях, и свадьбу вел, корпоративы разные. Я туда как в качестве ведущего был. И я смотрю на реакцию людей, там все красные, и эта компания большая, вроде все приличные такие. И там нашлось два человека или три, которые такие же дебильные на голову, которые поддержали то, что там происходило. Я чувствую, я чувствую, не провалился со стыда, правда. Вот, так они должны целоваться, что ли? Ну нет. Нет, ну люди встали. У меня родители вот 40 лет вместе живут. Если на свадьбу скажут, поцелуйтесь, они там не начнут устраивать эти сексуальные прелюдии. Ну и, конечно, самый важный признак, который говорит о том, что мужчина любит свою женщину, я озвучу сразу после того, как приглашу вас на свой бесплатный онлайн-вебинар, на бесплатный онлайн-интенсив «Удобный или уникальный». Ссылка находится в описании под видео. Вот женщины, которые проходят мою программу, они стопроцентно встречают мужчину, который будет любить ее. Стопроцентно. Хотите, чтобы так же было? Нажимайте на кнопочку, на ссылочку под этим видео и регистрируйтесь. Так вот, признак. Мужчина заявляет целому миру о том, что вы его женщина. Это транслируется совершенно открыто. Он вас не скрывает от своих друзей, от родственников, от знакомых. Он гордится вами. Он приглашает вас на какие-то мероприятия, где есть его, возможно, партнеры, коллеги. Он делает это очень аккуратно, токсично. Токсично. Тактично. Как это токсично, видишь, оговорился. Не дай бог токсично. Это, знаете, как с Роллс-Ройсом. Мужчина себе приобрел Роллс-Ройс. Ну, или там Мерседес, к примеру, дорогой, хороший. Он же не будет его там в ржавом гараже где-то держать и прятать. А всем ходить и рассказывать там. Ну, у меня есть, конечно, машина в гараже стоит. Ну, он будет ездить на ней там, чуть не сказал слово, знаешь, полировать диски там, начищать ее, намазывать, показывать машину. В Москва-Сити заехал, медленно едет, а на него все смотрят, музыка играет, окна открыл, типа, моя тачка. Вот так же он и с женщиной. Моя женщина. Ах, а какая у меня. Он гордится ей. Показывает ей, он хвастается ей. Для него это как будто вот в древние времена конем похвастаться своим оружием, замком, поместьем, количеством прислуги. То есть это определенная гордость для мужчины. Это моя женщина. Если это есть в вашей жизни, это действительно говорит о том, что ваш мужчина вас любит. Если нет, вас там скрывают как дырявый башмак или дырку на носке и боятся показать окружающему миру. Ну, какая любовь. А рассказывать можно все, что угодно. Я такой человек, я то, я это. Нет. Нет. Зачем вам нужен моральный инвалид, не готовый к отношениям? Это самый главный момент, который вы должны понять и осознать. Если мужчина не готов к отношениям, то есть он такой недееспособный в отношениях. Для диалога, для эмоций, для чувств, для секса, для дружбы в отношениях, для сотрудничества, для понимания. То есть один сплошной сгусток какого-то недоразумения. Зачем это недоразумение вам вообще надо? Уже больше делать нечего. Заведите себе кошечку или собачку. Вот и все.